16 декабря 1960 года в небе над Нью-Йорком столкнулись два пассажирских самолета Douglas DC-8 авиакомпания United Airlines и Lockheed авиакомпания TWA Оба заходили на посадку в условиях плохой видимости из-за снегопада На тот момент это была крупнейшая авиационная катастрофа в мире, которая унесла 134 жизни После столкновения Lockheed развалился на три части и упал в районе военного аэродрома на Стэттен-Айленде А DC-8 с горящим правым крылом резко начал терять высоту над густонаселенным Бруклином До сих пор так и не установлено, был ли самолет компании United Airlines в этот момент управляемым Так как на вызовы диспетчера пилоты не отвечали и лайнер резко снижался прямо на жилые кварталы Хотя правее был расположен лесной массив, проспект парка, куда по идее летчики должны были увезти падающую машину Однако некоторые свидетели катастрофы рассказывали, что направлявшийся прямо на школу самолет в последний момент вдруг сделал еле заметный вираж И сотни детей благодаря этому остались живы Судя по всему, пилоты не выпускали из рук штурвала до самого последнего момента Пролетев от места столкновения с Локхидом в 8,5 миль, авиалайнер упал на пересечении 7-й эвеню и Стерлинг-Плейс От удара самолет чуть развернул, и после чего он врезался в расположенную на 7-й эвеню церковь, а затем взорвался В результате падения DC-8 на город возник пожар, охвативший около десятка домов Многие здания были разрушены или значительно повреждены, в том числе церковь, похоронное бюро МакКеддин и магазин деликатесов Помимо пассажиров обоих самолетов, шестеро погибли на земле 90-летний смотритель церкви, дворник, убиравший в тот момент снег на улице Двое уличных продавцов рождественских елок Продавец магазина деликатесов и врач, который выгуливал свою собаку Единственным пассажиром, кто мог выжить в этой трагедии, стал 11-летний мальчик Стивен Балтс Он летел в Нью-Йорк-1, где его ждали прилетевшие ранее мать с сестрой А вскоре должен был прилететь и отец, вице-президент компании Admiral Семья собиралась встретить в Нью-Йорке Рождество Когда самолет врезался в здание и разломился на несколько частей, Стивена взрывом выбросило в сугроб А подбежавшие местные жители быстро сбили с него пламя Мальчика отвезли в больницу, где, придя в себя, Стивен рассказал спасателям, что за несколько мгновений до удара Он посмотрел в иллюминатор и увидел падающий снег Это было похоже на картинку из книги сказок Прошептал мальчик и спросил, где его мама Фотографии Стивена Балтса появились на страницах газет Как единственного, выжившего в крупной авиакатастрофе Однако на следующий день ребенок неожиданно умер В память о нем на стене больницы, где это случилось, установлена мемориальная доска Инкрустированная монетками в 5,10 центов, которые были найдены в его кармане Рождество 1960 года стало самым траурным за всю историю Бруклина Субтитры создавал DimaTorzok